Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Хочу пару слов сказать по поводу нашумевшей истории о Елене Борисовне Бойко. Сегодня у нас был эфир, так сказать, планерка сотрудников ФБР, так называемых. Я, к сожалению, пришел поздно, и поэтому не получилось ставить свои пять копеек по поводу ситуации вокруг Елены Борисовны, и очень жалко, потому что прослушивая сейчас мнение наших ребят, я не согласен ни с одним из них. То есть, ну, может быть, только Петя более-менее как-то выразил свое мнение по этому поводу. Не все так однозначно. Ну, мое личное мнение в этом плане тоже... Вот я сейчас его выскажу, а вы уж там все вместе, хором, обсудите это и посмотрите, кто из нас прав, кто не прав. В общем-то, сейчас очень много спекуляций идет в том плане, что... Ух, какая Россия плохая, своих сдает там, у Украины там, они там, аж подпрыгивают все от радости. Вот, наконец-то, Россия начала сдавать своих, так сказать, верных, так сказать, песиков. Ну, как-то так, нет, я с этим не согласен. Россия никого не сдает, и в российском, значит, ФСБ прекрасно все понимают, я уверен в этом. Там люди не дураки сидят, уже собаку съели на этом поле, поле брани, так сказать. Выдворили ее из страны, значит, за нарушение миграционных законов. Чем она тут занималась? Ну, сейчас потихонечку начинает все всплывать. То есть, то, что она там принимала участие в этих... В ток-шоу российских, там, место встречи, самое такое частое, место, которое она чаще всего посещала. Ну, да, в массовках принимала участие. Основная ее задача, я так думаю, все-таки была в сборе информации о московской украинской политэмиграции. То есть, собирала личные данные, там, на всяких встречах и мероприятиях. Она больше фотографировала не тех, кто там вел эти мероприятия, ну, ведущие, так сказать, спикеры, а тех, кто пришел, участников. То есть, узнавала личные данные, там, как говорится, места, пароли, явки, ихние адреса, там, по Украине. В общем-то, как-то так, понимаете. И когда она, наверное, увлеклась, у нее было достаточно времени, чтобы легализовать свое местонахождение на территории России. Она этого почему-то не делала. Почему она это не делала? Ведь для нее это так легко можно было сделать. Она такой известный человек. Это, может быть, простому смертному, там, побегать надо. Ей-то что? Что ей мешало? Ничего ей не мешало. Она сильно не торопилась. Ну, вот результат. Нарушение закона, депортация. Ей было предложено выбрать город на свое усмотрение. Она знала прекрасно, и все мы знали о том, что на нее якобы заведено уголовные дела там какие-то на Украине. Вот. То есть, ну, никак. Вот никак ей нельзя туда лезть. Ну, ее же там сразу замучают за стенками СБУ. Насмерть замучают. Ее доча слезы льет по всем каналам, со всеми блогерами встречается. Слезы льет, сопли развозит. Мамочку жалко. Ничего, Ольга Вячеславовна, не переживайте. Ничего с вашей мамочкой не будет. Она знала, куда едет. Это она сама выбрала город Харьков. Она могла бы в Донецк, в Луганск приехать. Никто бы ее там в тюрьму не посадил. У нее куча паспортов, полная сумка документов на разные фамилии. Она могла в Венгрию, в Польшу уехать. Нет, она решила Харьков. Напоминает немножко историю небезызвестного антимайданщика, значит, Андрей Бородавко. Тоже был антимайданщиком. Тоже на него там заведено уголовное дело, сбежал в Россию. Откуда его, как-то странно, тоже депортировали. Правда, в Баку. А оттуда он сам лично покупает билет, летит в Киев. Его хватает злое СБУ. Но он остается на свободе. А потом ему медаль дают. За вклад. Сохранение целостности. И территориальной целостности, и независимости Украины. Опаньки. Вот так номер, да? Так что, не удивлюсь, если очень скоро мы узнаем, что Елены Борисовны медаль добавилась на груди. А вообще, вот Елена Борисовна сама-то Бойко приехала в Москву когда? Это, кажется, в августе 2015 года. То есть, к тому времени все антимайданщики уже сидели в тюрьме. Хорошо сидели в тюрьме. А что ее не посадили? Она же еще на Украине была. И все знали, что она антимайданщик. Вот вопросов столько, да? А кто ее там покрывал-то на Майдане? А, кажется, ее львовские друзья из нацистской партии Свобода. Это тоже все в интернете есть, посмотрите. А теперь она в лапах СБУ. Может, в лапках? А может, под крылышком? Как-то так. А теперь посмотрим, как она хвасталась в эфире своими паспортами. На этом я закончу, а послушаю ваше мнение. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Вот я, например, извините, еду сюда, не, вернее так, еду в Львов, да, показываю на границе украинский паспорт. Еду в Венгрию, показываю венгерский паспорт. Еду в Польшу, показываю карту поляка. У меня полная сумка всяких документов.